2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Одна из задач – рассказать, какими достижениями и учеными может гордиться наша страна. Очередной выпуск видеоцикла «Великие достижения великого народа» мы решили посвятить медицине. Во все времена здоровье было одной из главных забот человечества. Медицина, как полноценная отрасль научного знания, возникла в V веке благодаря легендарному Гиппократу. Сегодня же происходит бурное развитие технологий в медицине. Изменяются представления о способах лечения самых опасных заболеваний. Начинают разрабатываться и активно внедряются новые эффективные реабилитационные системы. Одной из динамично развивающихся отраслей в области медицинских наук является современная офтальмология. Глаз – самый важный из органов чувств человека. С помощью зрения мы получаем 90% информации из окружающего нас мира. Глаза используют около 65% ресурсов головного мозга. Это больше, чем любая другая часть человеческого тела. Сетчатка человеческого глаза воспринимает мир вверх ногами, а затем полученную картинку переворачивает мозг. Интересно узнать, что у каждого человека есть доминирующий глаз, который имеет более широкую область обзора. У 80% людей в мире доминирующий глаз правый. Развитию офтальмологии в России содействовала организация самостоятельных кафедр офтальмологии в высших медицинских учебных заведениях. Первая такая кафедра в России и вторая после Венской в мире была создана в 1818 году в Медико-хирургической академии Санкт-Петербурга, ныне Военно-медицинская академия. Кафедру возглавил воспитанник Венской школы Осип Груби. При его активном участии санкт-петербургскими оптиками был разработан первый в стране набор пробных очковых стекол. Сегодня уже огромное число людей в мире используют контактные линзы. Кстати, а вы знали, что история контактных линз началась в далеком 1508 году, когда знаменитый Леонардо да Винчи начертил схему оптического прибора? По этой схеме через шар, заполненный водой, человек с плохим зрением мог лучше видеть. В СССР было создано Всесоюзное научное общество офтальмологов, впоследствии ставшее всероссийским. Многие годы его бессменным председателем был Эдуард Сергеевич Аветисов. У меня в руках не случайно его книга. В декабре 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения этого знаменитого ученого с мировым именем. Эдуард Сергеевич Аветисов – доктор медицинских наук, профессор, академик Международной академии офтальмологии, объединяющий 50 ведущих офтальмологов мира. Работал в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца, заместителем директора по научной работе. Он заложил основы учения об оптической коррекции зрения, был первым, кто стал применять в широкой практике диагностические и лечебные лазеры. Разработал комплексную систему лечения близорукости и косоглазия. Эдуард Сергеевич Аветисов создал и в течение 40 лет возглавлял отдел охраны зрения детей и подростков. Именно благодаря его деятельности зародилась система организации специализированных кабинетов охраны зрения – краевых, городских, областных и районных, специализированных детских садов и санаториев для лечения детей с нарушениями зрения. Аветисов стал автором более 200 научных работ, основателем крупной научной школы. Им подготовлены 24 доктора и 85 кандидатов наук. Многогранный и насыщенный труд Эдуарда Сергеевича был отмечен многочисленными правительственными наградами, в том числе Орденом Знак Почета и Орденом Трудового Красного Знамени. Сегодня научные и организационные идеи профессора Аветисова продолжают жить и развиваться. Они являются руководством к действию для ведущих офтальмологов страны, практикующих врачей и научных сотрудников.